Здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала. Рада вновь встретиться с вами. Сегодня мы с вами будем гулять по прекраснейшему великолепному саду, японскому саду в Краснодаре. Японский сад в парке Краснодар открылся 30 марта 2023 года. Площадь сада составляет 7,5 гектаров, протяженность пешеходных троп 3591 метр. В саду высажено 6700 деревьев, 5900 кустарников и 280 тысяч цветов. Всего в саду 26 локаций, также ресторан, кафе, музей. Вся архитектура выполнена в японском традиционном стиле. Это самый большой японский сад в мире за пределами Японии. Сразу при входе мы оказываемся в сухом ландшафтном саду Карэсансуй. Это огороженная квадратная территория с потрясающей красотой можжевельниками и различного размера камнями. Сразу в глаза бросается белая галька, которая абсолютно во всех локациях идеально причесана ровными и полукруглыми бороздами. Далее мы встречаем сливовую рощу Умебаяси. Здесь растут слива, вишни, абрикос, миндаль и черешня. На их ветвях распускаются ранее весенние цветы. Холмы сада украшают маленькие гранитные фигуры дзидо. В центральной части сливовой рощи расположен павильон шииты, предназначенный для отдыха и созерцания цветения. Японский сад в парке Галицкого в Краснодаре – место дзена и уединения. Прогуливаясь по его территории, расслабляешься под ненавязчивую музыку, японские мелодии тихо играют из мастерски замаскированных в природных локациях колонок. Субтитры создавал DimaTorzok Сухие каменные пруды, водоемы, водопады, ручьи, деревянные беседки, мосты и дорожки – чего только нет в японском саду. Здесь полностью погружаешься в атмосферу страны восходящего солнца. В японском саду также установлены несколько питьевых кранов из бамбука. Вода льется в каменные раковины. Японский сад – это неотъемлемая часть японской культуры. На протяжении веков он объединял религию, искусство и уважительное отношение к природе. Японский сад – это храм на открытом воздухе для почитания духов природы. Также сад – место для медитации и умиротворения. Предаваясь созерцанию, человек должен ощутить свою причастность к общему пути, почувствовать себя частью прекрасной вселенной. Находясь в окружении гармоничного сада, человеку легче разобраться в себе, обрести душевный покой. Японским садом можно наслаждаться в любое время года. Каждое время года в саду раскрывается во всей своей красе. А это сухой пруд караико. Не претендую на правильное произношение, друзья, потому что я японский не изучала. Как вижу, так и читаю, как говорится. Пруд в стиле караико – сухой пруд. Сад, где камни располагаются таким образом, чтобы образовывать форму пруда, но при этом они водой не наполнены. Сад, где камни располагаются. Весна – то самое время года, когда японский сад выглядит наиболее эффектно. В конце апреля и начале мая здесь расцветают ароматные сакуры. Много деревьев, сортов тисима и эдзояма. Погрузиться в атмосферу страны восходящего солнца помогут пагода, каскадные водопады, сад камней, пруды и восточные пейзажи. Посмотрите, друзья, какой красивейший сад. Сколько тут различных деревьев, различных цветов, различных растений. Просто это невозможная красота и великолепие. Здесь собраны различные объекты архитектуры, арт-объекты, скульптуры, водоемы, зеленые зоны. Очень много различных кафе. Все очень красиво, продумано и выполнено в традиционном японском стиле. Музыка 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тройной водопад в Японском саду берет свое начало из одного источника на высоте 7 метров и разделяется на три потока. У каждого различная скорость течения. Потоки превращаются в водопады, а затем сливаются воедино. Объемно-пространственная композиция тройного водопада выполнена в виде ступенчатых перепадов. Водопад начинается от самой высокой точки и спускается к озеру ресторана Рютеи. В пруду нижней отметки тройного водопада обитают японские карпы. Обзорная площадка такими над водопадом напоминает палубу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 чтобы посетители прониклись японской культурой и философией, трепетно сохраняются аутентичность и традиции. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья Друзья, вы, наверное, заметили, что я сегодня не многословно умиротворение, гармония, порядок, вещи которых порой не достает человеку в современном беспокойном мире Доказано, что прогулки на природе положительно влияют не только на физическое, но и на психическое состояние человека, являясь своего рода медитацией Японский сад как раз такое место, где душой человек отдыхает Здесь естественные звуки природы и нарушать эту гармонию с природой умиротворенность не хочется Субтитры создавал DimaTorzok У нас aumento Здесь я разная идея Добавил прощ Добавил mostопровождение Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пространство тщательно спроектированное со сбалансированными элементами и ориентированное на визуальную гармонию. Не правда ли, друзья, визуальная гармония налицо? Какая красота, какая гармония, какая уравновешенность всего, что находится в этом прекрасном парке. Японские сады созданы для покоя умиротворения и побуждают входящего в них к расслаблению. В японском саду есть 4 основных элемента – камни, вода, растения и орнамент. И 5 принципов садового дизайна – асимметрия, пейзаж, ограждение, символика и баланс. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Можно зайти в это уютное, чистое, красивое кафе и перекусить. Называется это кафе Кислетен, если я, конечно, произношу правильно. Друзья, гуляя по этому прекрасному саду, ловлю себя на мысли, что не перестаю восхищаться человеком, чьим творением является это прекрасное, великолепное, волшебное райское творение. Не жалея ни средств, ни сил, человек от всей души подарил нам всем возможность созерцать этот замечательный сад. И не только. В 2008 году он создал футбольный клуб Краснодар, затем построил для него академию и одноименный стадион. А осенью 2017 года открыл парк Краснодар, парк Галицкого, как мы все его называем. И эти все, теперь уже достопримечательности Краснодара, не являются его коммерческими проектами. Финансирование и содержание этого всего целиком происходит за счет его личных средств. Сергей Галицкий на этом не остановился. Он расширяет парк и строится новая очередь. Новая часть парка будет назваться парк облаков. Вот такой он человек, Сергей Галицкий, который безвозмездно создает прекрасное. И вход для всех желающих абсолютно свободный. Дизайны всех объектов, оригинальные и ландшафтные решения, концепции разрабатывались и разрабатываются лучшими мировыми архитекторами, бюро, подрядчиками. Огромная благодарность ему за то, что он украсил, облагородил и прославил наш город. Здоровье ему на многие лета. Согласитесь, друзья, миллиардеров много, а Галицкий один. Так что, друзья, созерцаем это прекрасное великолепие, ловим дзен и наслаждаемся этой красотой. Продолжение следует... Как японочка. Вот мы, гуляя, дошли до большого водопада Атаки. Водный поток каскадами спускается с 7-метровой высоты, дальше течет вдоль прогулочных троп и затем впадает в пруд Кагамиэка. Перед водопадом расположен традиционный японский мост красного цвета, ведущий к башне Тахото. Спасибо. Давай, Серафа, попросили. Рыбки. Боже. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 клёны, магнолии, сакуры, камелии, бамбук и много-много другой красоты. Даже представить сложно, сколько труда заложено при его возведении, не говоря уже о финансах. Здесь действительно отдыхаешь душой. Кажется, что ты вообще находишься в каком-то другом мире, в каком-то волшебном. Конечно же, рекомендую посетить этот замечательный сад всем, если появится такая возможность. Сегодня с вами у нас была превосходная, великолепная прогулка по красивейшему японскому саду. На этом, друзья, я с вами не прощаюсь, как всегда, а говорю только до свидания. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!